Сегодня были такие слова «Хвалящийся, хвались Господом! Аминь!» И еще написано «Милости Господни, вспоминай, считай!» Я сегодня хочу вам рассказать о одной милости Божией, которая произошла в моей жизни. Это было где-то в начале 2017 года. И на одном служении у нас было такое слово ко мне, что «Ты думаешь, как будет дальше, что Бог явит такую милость, что ты будешь говорить всем!» И где-то в апреле месяце мне поставили очень страшный диагноз – рак груди. Мы живем в Шеритоне, и врач говорит, ну теперь тебе ехать надо домой, и пусть там разбираются. Я пришла домой, и мужу говорю, да, вот нашли вот такой-то диагноз. И у меня пришла мысль, я говорю, давай помолимся. Я Богу тогда в молитве сказала, тревоги у меня не было. Я говорю, Господи, если ты хочешь меня забрать, я согласна. Если ты хочешь меня оставить, и я тебе нужна еще на этой земле, то я тоже согласна. Я согласна на любую твою волю. Я свое не претендую никаких условий, я хочу прибыть в твоей воле. Вы представляете, вот это состояние прибытия в Божьей воле, оно поселило такой мир, который, как написано, превыше ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Это был такой мир, что я до этого даже не испытывала. Но пришло время, где-то в апреле месяце мне назначили операцию. Мне приехал сын, один из сыновей живет в Миннесоте, и он меня сопровождал, был и переводчиком, и сопровождал меня там дымой. Потом мне рассказывают, что он все писал всем детям, что со мной происходит в данный момент, говорит. Ей то сейчас делают, ей это делают, а ей, говорит, как будто бы на курорт пришла. Понимаете, вот этот мир, который Бог вселяет, он не сравнен ни с чем. Никакие тревоги его, как говорится, пробить не могут. Прошла операция, пришла успешно, вроде бы и все нормально. Но я это списываю на Божью волю, на Божье водительство. И то, что я Богу сказала, если я тебе нужна. И не просто так, чтобы прожить, лишь бы прожить, а что-то надо делать. Вот я когда сюда ехала, у меня там есть кассета, и такое было, задает неверующий человек верующему, что такое любить и что такое быть, как вы можете прощать. Это не вмещается в человеческие рассуждения. Что такое быть христианином. И ему отвечает, верующий человек ему отвечает, что быть настоящим христианином, это значит не только веровать, но и жить по Евангелию. То есть исполнять волю Божью, так, как говорит Слово Божие, и вдобавок еще слышать голос Божий и делать то, что тебе лично Бог говорит. Понимаете? А слышать голос Божий внутри, это, мне кажется, такое преимущество любого христианина. И потом где-то прошло два года, и я на одной молитвенной группе на Вайбере смотрю, и там некоторые нужды там ставят. И одна женщина с России, я ее никогда не видела, и вдруг Бог говорит, обрати внимание вот на эту женщину. Я тебе повелеваю, чтобы ты за ней смотрела и с ней связалась, и ее, как сказать, поддерживала. Мы к ней позвонили, стали разговаривать лично, и это было полтора года назад. Мы уже с ней общаемся полтора года. Ее зовут Наташа, она живет в России. Если честно, я с ней звоню, переписываюсь текст-месседжами каждый день. Для нее это такая поддержка. И я хотела немножко о ней рассказать. Она мне много рассказывала. Потом ей были финансовые проблемы, финансовая нужда. Мы связались с нашей церковью, пастыри, связались с ее пастыром там в России. Она живет в Белгороде, город, недалеко от Украины. И это все подтвердилось, а все это правда, что есть такая женщина. Тем более, я с ней лично общаюсь. Они для своего. Там живет еще наш двоюродный брат, недалеко. Так что вся информация, это верно. Какая у нее проблема? И в ней духовная проблема, конечно, поддержать духовно, потому что она мать-одиночка. Сама она инвалид. Как она получилась инвалидом? Потому что она в шестилетнем возрасте упала, скачали, ее раскачали сильно, и она упала. И она повредила подзвоночник. Она, я не знаю точно, не могу сказать, полгода или больше, она была в гипсе. Но, слава Богу, она ходит, она выучилась, она работает в медицине. Но ей очень тяжело ходить, потому что один позвонок выскочил полностью. Как она говорит, он болтается у меня. И так как, как называется, это склероз или как это, позвонка, то у нее сердце немножко работает не так, как надо, потому что она как идет на перекос. было время, когда она родила девочку, правда, не брак, а потом она вернулась в церковь, и эта девочка родилась тоже с оклонениями. Вот тут есть, мне помогает Люда Тарасенков, она все это печатает, как сказать, есть у нас такая страничка, и тут мы написали весь ее диагноз и что, какие у нее проблемы. Кто желает, можете взять и посмотреть, кому интересно. В данный момент у нее родители умерли еще до рождения ее ребенка. Сейчас она живет в съемной квартире, там очень дорого, как она говорит, там дороже, чем в Москве даже, почему-то в Белгороде. И ей очень тяжело ходить. Когда у нее не было машины, она говорит, мне идти на остановку, это проблема, потому что трутся позвонок от позвонок. Потом ребенка куда-то в школу отправлять, мне ее надо поднимать, мне тяжело это. И мы, как сказать, собрали немножко средств, и она купила машину. очень таким чудесным образом. Это уже, как сказать, другая тема. Сейчас мы хотим ей помочь. Помогли купить участок, и ей залили фундамент уже. Благодаря пожертвованиям, которые люди жертвуют, даже американцы, вот мы ходили в американскую церковь, тоже пожертвовали, то сейчас она нуждается в том, чтобы хотя какое-то жилье свое было. то я так раз и рассказала, что это меня лично, я считаю, что меня Бог обратил внимание на этого человека, чтобы как-то морально и материально ее поддерживать. то я бы хотела, чтобы, если вы желаете, кто-то откликнулся на эту нужду и пожертвовал какие-то финансы. В принципе, мы, кажется, примерно каждый месяц собираем, что-то соберем, мы ее посылаем. Как-то соберем, то Люда посылает, то я посылаю. И она как-то так продлевает свое существование. Снимать жилье ей очень дорого. Работать она не может на полный рабочий день, потому что по физическому состоянию здоровья просто невозможно. И девочка у нее, она плохо ходит, ей 8 лет, 9 скоро будет. И она, так как она молодвигается, она очень полная. И она не может ее одну оставить, ей нужно постоянно кого-то нанимать, чтобы, если она на работу пошла, значит, кто-то должен сидеть с ребенком. Вот такое состояние этой женщины. То, если вы желаете, можете посмотреть, мы оставим такие вот... Мы сами сочинили это от ее имени, именно какие у нее проблемы и в чем она нуждается. Вот. То такая вот просьба. И если можно, помолитесь за нее. И там очень сильная жара сейчас в той местности, до 45 градусов. По их меркам это очень тяжело. Кондиционера там нету. И с моим больным сердцем и ребенок просто еще у ребенка с легкими проблема. Мы, говорит, задыхаемся прямо. Помолитесь, чтобы жара спала. Если можно, помолимся за нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!